В адрес секретарта сессии поступило открытое обращение в бизнес-сообщество Хакасии и депутата Верховного Совета Республики Хакасия. Уважаемые депутаты Верховного Совета Республики Хакасия, в настоящее время вам на согласование и утверждение направлена кандидатура омбудсмена по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия. По действующему законодательству, любая кандидатура на данный пост должна согласовываться бизнес-сообществами и губернатором региона. На одной из совместных встреч под председательством губернатора нам был выработан понятный и справедливый механизм такого движения, который должен сопровождаться письменным волеизъявлением руководителей региональных бизнес-сообществ. Единственная кандидатура, которую мы совместно с коллегами единогласно поддержали, это действующий обмудсмен Кудашкин Василий Владимирович. Любая другая кандидатура только обманным путем могла попасть к губернатору и сдали к вам парламент. В связи с этим призываем вас проявить гражданскую волю и не голосовать под данный вопрос. Подписанный председатель опоры России в Хакасии послед, председатель торгово-промышленной палаты в Хакасии Адамян, председатель союза предпринимателей Республики Хакасия Пчелкин, председатель союза строителей Республики Хакасия Борисов, председатель деловой России в Хакасии Пермяков и председатель Российского союза промышленников и предпринимателей в Хакасии Манчжула. Спасибо. Ну, я думаю, просто это для сведения и учесть при рассмотрении вопроса и все. А теперь переходим к вопросам повестки. Первый вопрос. О назначении на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия доклад представляет Людмила Анатольевна Халтанова, исполняющая обязанности министра экономического развития Республики. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Валентин Олегович, уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые депутаты и приглашенные. Согласно части 1 статьи 3 Закона Республики Хакасия номер 99 ЗРХ на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия назначается лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, немало уже 30 лет и имеющее высшее образование. В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона номер 78 ФЗ об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации назначение кандидата на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте осуществляется в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации по согласованию с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения предпринимательского сообщества. Согласно части 2 статьи 3 Закона Республики Хакасия номер 99 ЗРХ глава Республики Хакасия, председатель правительства Республики Хакасия вносит в Верховный Совет Республики Хакасия кандидатуру на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе по согласованию с уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения предпринимательского сообщества. Пунктом 2. Порядка учета мнения предпринимательского сообщества при назначении на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия Установлено, что в целях обеспечения учета мнения предпринимательского сообщества кандидатура для назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия вносится главой Республики Хакасия, председателем правительства Республики Хакасия на согласование Совета развития Республики Хакасия при главе. 14 мая текущего года на Совете развития Республики Хакасия по итогам тайного голосования победила кандидатура Мяхара Александра Владимировича для назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Дополнительно сообщаю, что данная кандидатура также согласована с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. С учетом вышеизложенного представляется кандидатура Мяхара Александра Владимировича для назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия. Доклад окончен. Спасибо. Коллеги, по докладу, наверное, нет замечаний, да, вопросов. Спасибо. А мы просим туда пройти Александра Владимировича Мяхара на трибуну. Пожалуйста, можете изложить свое видение предстоящей вашей деятельности и, возможно, ответить на вопросы депутатов. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые члены правительства, уважаемые средства массовой информации, уважаемые гости, но в первую очередь добрый день, уважаемые депутаты. Сегодня вам предстоит сделать выбор, выбор в конечной инстанции. Сегодня тот четвертый жернов, который я прохожу, на этапе утверждения уполномоченного по защите прав предпринимателей. Ни для кого не секрет, как утверждался предыдущий уполномоченный, одним расчерком пера на сегодня, одним расчерком пера главы республики. На сегодня эта процедура максимально демократичная. Но мы видим, насколько в данный момент, в кавычках, возбудилось информационное пространство, возбудились определенные силы. Это нормально, потому что мы строим гражданское общество, но ненормально другое. Ненормально, когда 5-10 человек высказываются за все бизнес-сообщество. Это неприемлемо. И мое видение в должности работы уполномоченного по защите прав предпринимателей, не использовать формат 5-10 человек, а использовать открытый и широкий диалог с бизнес-сообществом 30-40 членов человек. Действительно, раньше такой подход был удобным. Посовещались 10 человек и, в кавычках, одобрили повышение энерготарифов, повышение кадастровой стоимости, открыли свои бюджетные объятия для бизнеса из других регионов. Я говорю, что в моем случае так не будет. Кто-то не согласен и говорит, что в учете мнения предпринимательского сообщества были ошибки. Безусловно, эти ошибки были. Я об этом сказал на комитете по экономике. Учет мнения предпринимательского сообщества должен быть более широкий. Но что я хочу сказать? Первое. Я шел лишь по тем этапам, которые предусматривает закон. Ни сантиметром вправо, ни сантиметром влево. Четко, как прописывает закон. Больше того, ровно так же приписывает эту процедуру закон, который приняли вы, уважаемые депутаты, и который вступил в силу месяц назад. Там ровно такая же процедура. И второе, самое главное. Учет мнения предпринимательского сообщества. Есть письмо от 5-10 человек. А есть то, что мы видим по факту. Бизнес сегодня голосует каждый день. Он голосует своим закрытием. Он голосует своей перерегистрацией из региона. Это и есть учет мнения предпринимательского сообщества. Это и есть его голосование. Не замечать этого – это просто абсурд. Бизнес не просто уже говорит, что он не готов работать и жить в таком состоянии, как было раньше. Он об этом просто кричит. Возможно, надо процедуру согласования изменить. Но если на это время. Сейчас уже месяц работает действующий уполномоченный в разряде ИО. И новая поправка к закону будет производиться полгода. Почему я перед вами здесь стою? Все очень просто. Я не чиновник. Я предприниматель. С 2001 года я в бизнесе. Я прошел путь от продавца до директора. От руководителя подразделений до собственного бизнеса. На сегодняшний момент, на сегодняшний день я индивидуальный предприниматель. И поэтому я говорю, что я могу понять бизнес сообщества. И я могу ему помочь. А значит и помочь общему развитию республики. С большинством из вас мы встречались на комитетах. И практически по каждому комитету я высказывал свою точку зрения. Своё видение тех программных постулатов, которые я готов внедрить. И здесь ничего нового нет. По сути, есть два вектора для бизнеса. Это риски и есть маржинальность. Снижение рисков и увеличение маржинальности. Риски. Это правозащитная деятельность. В этой составляющей как раз я хочу сказать большое спасибо вам, уважаемому Верховному Совету, за то, что вы выявили уполномоченного из-под исполнительной власти. За то, что вы расширили аппарат. И безусловно, два помощника уполномоченного должны быть квалифицированные юристы. Но помимо этого, я и намерен заключить договор с Ассоциацией защиты бизнеса, общефедеральной организации, где помощь юристов высшей категории будет всегда доступна. То, что касается экономики. Понятно, что незамедлительно необходимо приступать к снижению кадастровой стоимости. Понятно, что необходимо пересматривать налоговую нагрузку и в части упрощенной системы налогообложения. Понятно, что необходимо работать с боевым фондом. Понятно, что необходимо подходить индивидуально не только к видам деятельности, не только льготным патентам по видам деятельности, но и по субъектам, по муниципалитетам, по отдельным районам и выстраивать преференции. Преференции надо выстраивать и в общем для нашего бизнеса. Если мы раньше говорили, 5 лет назад, что у нас просто не хватает денег, то у нас сейчас и не хватает денег. И мы видим, что практически большинство госзакупок выигрывает бизнес с Косноярска, с Новосибирска, с Москвы, потому что мы не ставим преференции. Я встречаюсь со многими службами, в том числе с Комитетом госзакупок, и мне говорят практически все одно и то же. Просто нет связующего свина, который может выйти с этим вопросом и который может поднять этот вопрос на повестку дня. А федеральная значимость, я еще раз вернусь к Ассоциации защиты бизнеса. Почему она нам будет необходима? Энерготарифы. То, без чего бизнес развиваться дальше не сможет. И здесь без федеральной помощи мы не обойдемся. Здесь необходимо смотреть как минимум на сетевую и с бытовую составляющую. Гарант это значит защищать бизнес. И бизнес должен чувствовать, что есть человек, который за него будет стоять. Опять же, те 5-10 человек, которые говорят за весь бизнес. При их молчаливом согласии поднялся тариф. При их молчаливом согласии поднялась кадастровая стоимость. И эти люди уж не знаю по каким причинам говорят, а давайте все оставим так как есть. А нас все устраивало. Еще раз повторюсь. А тысячи предпринимателей. О, это не устраивает. Субъектов предпринимательства уже не 20 тысяч. Их уже 17. Их уже по некоторым подсчетам 15. И каждый день, абсолютно каждый день, кто-то закрывается, продает свой бизнес и уходит в другой регион. Сегодня я не буду подробно останавливаться на программе, потому что, еще раз повторюсь, мы на комитетах ее проработали. Я знаю, что многие из вас уже приняли для себя решение. Кто-то принял это решение по политическим мотивам. Кто-то принял это решение, исходя из субъективно-персонального отношения ко мне. Но я хочу вас попросить принять для себя решение еще раз. И принять, убирая в стороны все политические аспекты, а думая, что на сегодняшний день важнее для развития республики, важнее для тех рабочих мест, которые мы можем создать, важнее для пополнения бюджета, который мы можем сделать. Ни глава республики, который представил мою кандидатуру на ваш суд, ни уполномоченный при президенте Российской Федерации, чье согласование на сегодняшний день получено, ни Совет развития не принимают окончательного решения. Сегодня окончательное решение принимаете вы в окончательной инстанции. Это действительно процедура значительно отличается от уполномоченного по правам человека, по правам ребенка. Неинформационный факт и не выдумка о состоянии бизнеса. Я считаю, что любое промедление будет пагубно и на оттяжку времени его просто нет. Я прошу вас делать взвешенное решение, решение достойное уважаемых людей и народных избранников. А я, в свою очередь, вам хочу сказать, что я готов к этой работе, готов бороться за права бизнеса, не будучи аффилированным никакой политической группе и никакой ветви власти. По одной простой причине. Потому что я работаю на результат, потому что я предприниматель. И буду этим предпринимателем являться в душе еще долгое время. Спасибо. Спасибо, Александр Владимирович. Коллеги, есть вопросы или пожелания? Добрый день. Казанцева. Да, Казанцева Наталья Владимировна избрана по 10-му избирательному округу города Саиногорска. Александр Владимирович, вы рассказываете так, как дышите, разговариваете. Но вот предположим, что мы сейчас проголосовали за вас. Скажите, пожалуйста, вы не отступитесь, вы не откажетесь от этой должности, ну, как было до этого? Провокационный вопрос. Мы неоднократно участвовали на дебатах. Какая гарантия в том, что вы не откажетесь? Наталья Владимировна, я стою перед вами, и я еще раз сказал, я готов работать. Работа и предпринимательское сообщество – это тот образ, с которым я работаю с 2001 года. И вне зависимости от вашего решения, я буду продолжать работать с бизнес-сообществом. В отличие от некоторых компаний, которые себя называют выразителями мнения бизнес-сообщества, я год содержал общественную приемную, которая занималась вопросами минимизации дебиторской задолженности и связи с тем же комитетом по госзакупкам и выбиванием денег по госконтрактам. И это было нигде не афишировано, это не было где-то политически ангажировано. Поэтому это то направление, в котором я занимался и буду продолжать заниматься. А решение за вами. Не надо смешивать опять же политические вещи. И перелеснули этот лист выбора, Наталья Владимировна, перелеснули и идем дальше. Спасибо. Так, старости, Валерий Николаевич. Уважаемые коллеги, я просто хотел бы тоже поддержать в чем? Потому что процедуру действительно человек прошел, и самое главное это все-таки голосование уполномоченного по правам бизнеса в Российской Федерации, чтобы не получилась у нас такая же картина, как уполномоченная по правам человека. Во-первых. Во-вторых, я вспоминаю прошлый созыв, и один из законов, который я прям категорически просил депутатов не поддерживать, это именно налог на коммерческую недвижимость, если помните, да? Где до тысячи квадратных метров мы оставили тот же налог, свыше тысячи до трех тысяч мы снизили, и с трех выше опять оставили тот же налог на недвижимость. Вот как бы некоторые, как раз представители, вот я услышал фамилии, которые обращаются, чтобы не поддерживали данного кандидата. Хотя я тогда говорил, что именно малый бизнес от этого больше всего пострадает. И уполномоченный тогда, кстати, тоже почему-то не выступил. Я предлагаю поддержать кандидатуру и идти дальше. Если процедура действительно не учитывает мнение всех предпринимательского сообщества, давайте ее действительно менять потихоньку, и посмотрим, как человек отработает. Если не будет устраивать, будем менять. Спасибо. Спасибо, Валерий Николаевич. Я вам даже больше скажу. Ольга Валерьяновна, пожалуйста. Александр Владимирович, у меня вот такой вопрос. Доклад, конечно, впечатляющий, но не хотелось, чтобы, говоря словами классика, в Дворницкой висел бриллиантовый дым. Скажите, пожалуйста, как вы собираетесь рабочие места создавать? Вот вы сейчас упорно это сделали. С вашим приходом появятся новые рабочие места. Очень интересно. Пожалуйста. Вы говорили, наверное, это все просто. Бизнес, который работает в регионе, это и есть рабочие места. Рабочие места создает бизнес, малый бизнес. И создавая преференции, создавая условия для работы малого бизнеса, бизнес как минимум не уходит, а как максимум приходит в регион и создает рабочие места. Не я их создаю, а не госслужащие создают. Госслужащие создают условия для работы этого бизнеса. Валерий Николаевич, я продолжу ваш вопрос. Вы заделали тему тарифов. Я вам приведу пример из тем же полномочия. Когда поднимались тарифы в 2017 году, сидели эти бизнес-сообщества, обсуждали. На тот момент я тогда предложил присоединиться к программе «Честный тариф», который шел по всей Российской Федерации и который был в связи с комитетом по тарифам при правительстве Российской Федерации. И почему-то эти бизнес-сообщества и полномоченные тогда не собрали необходимый пакет документов, а радовало всего лишь от 500 счет фактур от малого бизнеса для анализа ситуации. Коми включился. Вот в Коми сейчас тариф снижен. А мы даже не стали участвовать в нем, хотя проблем в этом не было. Вот вам элементарная составляющая того, как можно было работать и как сейчас необходимо работать. Потому что, еще раз говорю, это очень удобно общаться, собрать 10 человек и сказать, мы посовещались и бизнес решил. А потом бизнес в тысячи говорит, кто решил за бизнес, кто там посовещался. И он говорит и сейчас. А бизнес такая структура, которая действительно не обращается в газеты, а не пишет на порталы. Он просто смотрит, если ему выгодно, он работает. Если не выгодно, он просто уходит из региона. И мы чем дальше, тем больше это видим. Он просто уходит, он просто уходит. Ну а кто-то пишет, да, действительно, кто-то говорит. Кому-то неудобно, кто-то хочет, не хочет терять свою преференцию. Коллеги, у меня просьба, не надо докладов делать при вопросах и при ответах. Должно быть четко, ясно и конкретно. Поскольку мы уже полчаса обсуждаем, больше, чем бюджет республики за год. Пожалуйста. А считая, в Таир Николаевич просит, пожалуйста. Это очень важно, Владимир Николаевич. Бюджет республики складывается от тех налогов, которые платят. Мы услышали вас, да. Александр Владимирович, вопрос. Вы человек деловой и не будете бросать свой бизнес, если я правильно понял. Возникает тогда вопрос по преференциям, которые вы, если вас поддержат, появляются у вас как у полномоченного. То есть, к такой некий конфликт интересов не возникнет ли такого случая? Я сказал, что я по духу предприниматель, потому что я вижу результат своей работы. Госслужащий не может иметь свой бизнес, и бизнес будет закрыт в любом случае. Никакого лоббирования интересов быть не может. Я как по этому пути иду, именно в рамках закона, так как прописывает закон, так и на должности в случае моего избрания, я буду руководствоваться только одним – законом. Никакой интерес ни политической, ни какой-то бизнес-группировки использоваться не будет. Больше того, я об этом не говорил, я себя и политические аспекты снял. Кто не знает, то на прошлой неделе я снял в себя полномочия председателя партии «Роста», потому что я нацелен на другое у нас работы. Спасибо, Александр Владимирович. Коллеги, я еще раз напомню. В соответствии с регламентом Верховного Совета назначение проводится тайным голосованием с использованием электронной системы или бюллетеней. Верховный Совет определяет сам. Какие будут предложения? Электронно-тайные. Хорошо. Давайте проголосуем. Кто за этот способ голосования? Тайные, электронные. Прошу проголосовать. Прошу проголосовать. Да. Принимается. Коллеги, я должен также сказать и о порядке. Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет решением Верховного Совета, которое принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Верховного Совета, то есть 24 и более голоса. Оформляется постановлением Верховного Совета и считается вступившим в должность со дня вступления в силу указанного постановления. Но у нас кандидат сегодня один, других у нас нет, поэтому ставится на голосование. Кто за то, чтобы назначить на должность Уполномоченного по правам предпринимателей сроком на 5 лет, Александра Владимировича Мяхара, прошу проголосовать. Включите режим голосования. За 11 против 32 воздержалось 3. Решение не принято, поэтому мы должны принять постановление. Но принимается отклонить кандидатуру, вот и все. Кто за эти итоги, прошу проголосовать. Итоги у нас закреплены постановлением. Спасибо, спасибо. Мы работу продолжаем дальше.